2200 килокалорий. Столько в день получают воспитанники детских садов. По мнению врачей, этого количества достаточно для полноценного развития ребенка. В ежедневном детском рационе каши, супы, салаты, разнообразная выпечка. Есть и необычные блюда – суфле из курицы и говядины. В меню круглый год овощи и фрукты. С особенностями детского рациона в Мирдом ознакомилась Наталья Николаева. Я люблю чистые картошки и мясо чистое. Чистое мясо и картошку, как оказалось, предпочитают все малыши. И это не мудрено. Их первыми вводят в рацион маленьких гурманов. Еще в топовую пятерку любимых блюд входят каша, сырники, макароны, кисель и суп. Картошку, кашу, суп, линкополь и водичку. Повара детского сада стараются, чтобы еда была такой же вкусной, как у любимой героини детворы. Овощной рогу получается сытным, супчик наваристым, а сдоба пышный. Кстати, каждый родитель может ознакомиться с меню на день. Его вывешивают в специально отведенном месте. Кроме перечня блюд, в нем указана и калорийность. Схема питания в саду особая, циклическая. Циклическое меню – это когда меню расписано на месяц, это 20 дней рабочих, и оно повторяется. По требованиям СанПин меню должно быть разработано на 2 недели, то есть на 10 дней, или на 20 дней. Мы выбрали на 20 дней, так как у нас очень сложная логистическая доставка. Поэтому нам легче запланировать на месяц, а потом все это подвозить. Поэтому мы решили разрабатывать на 20. В основе детского питания – рыба, мясо, каши, овощи и фрукты. Последние в рационе малышей – ежедневно. Меню пятиразовое, рассчитано с учетом физиологических потребностей ребенка. Для аллергиков готовят отдельно. Новые блюда в рацион вводят постепенно, отслеживают реакцию каждого ребенка. Готовят еду в пароконвектоматах, конвекционных печах. Однозначно, что жареные продукты в детских садах не рекомендуется. Это щадящий режим, это паровой режим. Чтобы поменьше масел было для обжарки и так далее. Поэтому мы закупаем сейчас новое технологическое оборудование детских садов. Это пароконвектоматы. На них готовим и каши, и вторые блюда. И первые блюда, в принципе, готовим на них. Стараемся оснастить все наши детские сады новым технологическим оборудованием. Чтобы было специальное диетическое, щадящее паровое питание у детей. На это мы обращаем особое внимание. Продукты в дошкольных учреждениях всегда свежие. За этим строго следят надзорные органы. Питание в садиках оплачивают родители и государство. Стоимость питания в день – 260 рублей. Регионы сами рассчитывают, какую сумму дотации выделять. У нас это 50 на 50. Наталья Николаева, Артур Голиков, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...